Зацвел крупноцветковый клематис Асао. Куда поднялся наверх? Я его не обрезаю, только чищу. Вот такой вот крупноцветковый красавчик. Много-много цветочков. Среди них бывают двугодичные, получается они из махровых, полумахровых. Вот смотрите, вот в этом видно. У него двойная, получается, двойной кружочек, рядок. Двойной рядочек, а здесь по одному рядочку. Ну и так, и так получается. Цветы очень крупные. Вот смотрите, какой крупный цветок здесь спрятался. Видите, вот рука, почти как моя рука. Сначала они темно-красненькие, а потом светлее. Вот какой он здесь, вот темный-темный. Симпатюлечка. Мне он очень нравится. На лунниках уже колышутся монетки с семенами. Вон прозрачные, видно. Вон, смотрите, против солнышка. Видно, сколько у нее там семена какие. Крапочку. Видите, получается, он целое лето стоит нарядный. Не агрессивный. То, что он сам сеется, так он легко выпалывается, если он где-то поселся не там, где надо. Но не такие яркие. Вот он проживет свое время и умирает. Он просто через зиму стратификация получается у него. Если он насеется семенами с осени, он проживает зиму и весной растет. И потом зацветает на следующую весну. Балецкирт продолжает свою красоту. Вот какие они светленькие, светленькие. Красивые, нежные, нежные. Он еще не полностью раскрылся. Видите, как серединка у него махровая. Но не раскрылся еще. У меня сегодня встреча с бабочками с утра. Вот они очень понравился им этот куст вечерний тиматрены. Утром было и здесь очень много. Я снимала тоже видео для инстаграм. Коротенькое. Ну, таких тут было полно. Это так вечерница Матрена. Пахнет сильно. Такая беленькая красавица стоит возле розочки вокруг. Первый рис во дворе раскрылся. Такой вот, интересно, вишневый, коричневый. Ну, здесь тень под деревом. Сейчас они намного темнее получаются. Декоративный лук чуть-чуть позже. Видите, голубка какая большая, а крупная головочка. Уголочек высокорослой аквилегии здесь я пересадила. И вот так далеко видно. Он такой яркий, что сидишь на веранде, и вот здесь напротив смородинки. О, кстати, смородинка уже вон какая. Вон какие ягоды смородину. Вижу, видно вам. О! Вот кустики смородинки. Разные тут и белые, и красные. Вот как смотрится эта дорожка у меня. Видите, там гехеры. С этой стороны будут все лилейники. Вот с краю целая монарда еще вот там поднимается. Видите, сколько монарды много будет. Иду с этой стороны гехеры. Фундук коричневый. Миндаль коричневый. Вот там вот яркое пятно клематиса. После дождей появилось очень много грибов. Здесь под сосной. Было целое ведро мы собрали с внучкой. Снимали даже видео. Вот поднялись лилии мартагоны. Вот, ну, уже, наверное, метр тридцать высоты. А это вот азиатки стоят. Посмотрим. Уже видео было в прошлом году. Посмотрим, что в этом. Сосна моя любимая. Сегодня тепло у нас. Даже жарко. В тенечке, конечно, лучше. Я собиралась пересаживать растения, но остановилась. Может быть, под вечер. Вот там вот у меня забор. Там внизу еще тянутся новые клематисы. Подтягиваются. О, метр с иквои уже. Смотрите, с какими листиками, ребята. Вот. Нежные-нежные листики. Очень красивая. Мне она очень нравится. Такое растение очень нравится. Она листопадная. Вот этих военки они падают. И здесь она стоит тогда зимой голенькая. Тюльпанчики отцвели. Ну, вот три поздние. Видите, как? Такие высокие. И цветут, и цветут. Делено цветковые. А вот все лилии. И мортагоны, и отегибриды. Целая дорожка. Мои розочки. Ириски. Уже со стрелочками. Интересная камазия. С пестрыми листиками, варигатными. Вот. Видите, она низкорослая. Я перед этим снимала камазию высокую. Она уже отцвела. А это вот еще один сорт идет. Посмотрим, как зацветет. У этой уже высокой, последней. Вот видите, когда вверху она дошла. И последние бутончики на самой рафикушке. В этой камазии высокорослой. Вот у нее еще семена завязываются сбоку. Видите, я их убираю, срезаю и все. Начинает зацветать клематис интергрифолия. Вот такие. У меня тут несколько кустов ее. Так, 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 так. Вот, вот, вот раскроется. Уже завтра раскроется. Вот такой красавчик колокольчик. Такой уголок, такая композиция у меня здесь под сосной веймутова. Я убрала нижние листья и нижние ветки. И посадила вот растения, которые любят тень. Для остильбы не могла найти никак места. И вот я теперь остильбочку высадила здесь. И она прекрасно здесь развивается. Разные кусты, разные высоты. И посмотрим, когда зацветет. Ну, и, конечно, как всегда, много у меня гейхер. Дорожка с розами. Подождем, пока зацветут. Ребята все стоят с бутонами. И вот-вот начинают раскрываться, начнутся. Головки поднимают так. Такие изящные. Ну, а сзади аспарагус. Ёжик спрятался в сон траву. В самом начале видео ничего не сказала вам об этом пионе. Это и то гибрид. Название стерлось за зиму. И я буду потом поднимать свои шпаргалки. Смотреть, кто есть кто. Я вам показывала размер этого цветка. Вчера с внучкой фотографировали здесь. Так у него головка меньше, чем у этого пиона. Такого полного у меня еще не было. Я перед этим вам снимала, видела. Малиновый был. Но он не полный. А это такой огроменный. Красавец из красавцев. Но я думаю, вам название не важно. И вот еще подойду еще раз к этому желтому. Я его пересадила из тени на солнышко. И в этом году он дал два цветка полные. Один и второй раскрылся. Вот, чтобы не говорили, что желтого цвета нет. Есть желтые пионы, есть. Так пахнет калина. Посмотрите, ребятишки. Какая красота. Белоснежная, белоснежная. Не надо вам кустов спирей. Смотрите. Цветочки и веночки. Цветочки и веночки. Только начинает раскрываться. А потом еще белее-белее будет. Подрезаю ее, укорачиваю. Чтобы не занимало много места. А вы знаете, что я еще заметила, что у нее на молодых пагонах постоянно появляется тля. Вот старые, она не нападает. А молодые постоянно. Черная тля. Сегодня я все ветки собрала, вынесла, выбросила с территории. О, ну что.